Пригласили по телефону, сказали, чтобы я привела с собой подружку и зачем-то взяли с собой документы. В преддверии 8 марта приглашение на презентацию с подарками Наталью Калинчеву сильно воодушевило. А вот насторожила слабо. Точнее, не насторожила вовсе. Праздник все-таки. А когда, так сказать, в процессе провели лотерею и объявили победителя, ощущение праздника усилилось в разы. В эту лотерею я выигрываю. Я, конечно, обалдела от того, что такая дорогая вещь выпала мне. Потому что ни в одной лотереи, в которой я участвовала, я не выигрывала. И, конечно, меня повело. А организаторы, казалось, только этого и ждали, делятся пенсионеркам. Мгновенно окружили плотным кольцом внимания, вручив еще уйму подарков в придачу к креслу-вибратору и документам к нему, которые всего-то нужно было быстренько подписать, чтобы якобы выигрыш оформить. После пенсионерку торжественно отвезли домой со всем обретенным имуществом. Еще раз осыпали поздравлениями и удалились. А Наталья Калинчева осталась с подарками, креслом-вибратором и документами на кредит, которые не брала, но вернуть теперь обязана. Без меня меня женили, что называется. В процессе судебного разбирательства по нашему ходатайству был судебный запрос направлен предоставить документы, на основании которых мой доверитель открыл расчетный счет, куда, по мнению банка, перечислялись денежные средства. От них поступил ответ, что такими документами банк не располагает. При этом на первоначальное обращение пенсионерки в правоохранительные органы пришел в разумительный отказ. О каком преступлении речь, когда все было по согласию. Разве что суд поначалу встал на защиту пожилой женщины. Но и здесь получилось только поначалу. Суд встал на нашу сторону, признал наш отказ от этого договора. Закон у меня и обоснованно постановил забрать это вибромассажное кресло. Но я повторюсь, с ними связаться не удалось, никто к ней так и не приехал. Дозвониться до московской фирмы-дарителя ценных вибраторов нам не удалось. По телефону горячей линии, указанному в документах, отвечает уже совсем другая организация. Вы ошиблись. Массажное кресло это не ваша стезя, да? Нет, конечно. Банк до 70 лет давал кредиты. А тут на меня, значит, навесили такую сумму. На сегодняшний день 79-летняя пенсионерка должна банку около 200 тысяч рублей. Это кредитные деньги, плюс набежавшие проценты, плюс моральный и материальный ущерб, плюс судебные издержки. А так как Наталья Калинчева сдаваться и платить не намерена, сумма продолжает расти. Банк требует денег, бабушка справедливости и только ставшая почти бесценным кресло-вибратор продолжает без дела пылиться в углу. Мария Молоченкова, Роман Фенин, Телеканал, эфир.